приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами делаем лепнину красим и покрываем лаком также я немного расскажу про краски про лак которым я пользуюсь и много другой информации если вам интересно оставайтесь со мной приступим для лепки я использую глину креал производства нидерланда беру немного глины она у меня немного постояла на воздухе и чтобы ее размягчить я беру немного воды и в руках и и вот так размягчаю просто этот пакет у меня какое-то время лежал и она становится более мягкая эластичная и теперь небольшими кусочками полностью заполняю молд пальчиками вдавливаю все чтобы полностью весь узор у меня был заполнен и продолжаю заполнять теперь я беру ножик или что-то острое и зачищаю молд чтобы он легче зачищался также можно немного намочить совсем чуть-чуть и все зачищаем чем лучше вы зачистите тем аккуратнее будет ваша лепнина все зачищаем надавливаем пальчиком и продолжаем работу извините за шум у меня работают строители молд я зачистила переворачиваю его и аккуратненько все вынимаю беру лепнину и укладываю на игрушку лепнину можно немного растянуть мне надо чтобы у меня все были одинаковые немного вытянутые и отправляю сушиться теперь также заполним молд с балеринами тут мелкие детали поэтому немного молд растягиваем и заполняем полностью глиной и продолжаем работу молд я заполнила и еще раз все вот так надавливаю пальчиком чтобы глина у нас во все места проникла теперь немножко водичкой намочу и окончательно все зачищаю чем лучше вы зачистите тем аккуратнее у вас будет выглядеть лепнина и когда я довольна результатом лепнину я помещу в холодильник точнее в морозильник примерно на 25-30 минут чтобы наша форма затвердела отправляю в морозильник и пока моя лепнина в холодильнике расскажу немного про краски я практически всю лепнину прежде чем покрасить какой-то цвет крашу белой краской белой акриловой краской она умеет как чисто белая так и есть перламутром вот вы видите здесь белая краска здесь перламутром вся краска акриловая она с ней удобно работать так она очень быстро высыхает она water based она вот на водной основе поэтому ей хватает 30 минут и можно наносить следующий слой также у меня есть вот такие металлизированные краски они тоже на водной основе и если вот покрывать рамочки вот таким образом то вы покрасили белой и сверху покрасили вот этой краской и она высыхает буквально за пять минут очень быстро поэтому советую прежде чем вы покрасите там красный синий голубой еще какой-то обязательно покрасить белый исключение у я делаю только для золота золото она сама по себе очень насыщенно поэтому как бы вы его не покрасили все равно она будет золотым теперь про лак 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 у меня я использую как жидкий так и из баллончика и также хочу сказать что лак бывает матовый и глянцевый по моему это все знают и жидкий лак я просто кисточкой беру и наношу на лепнину лак из баллончика работать с ним надо лучше на улице или в хорошо проветриваем помещение и наносить его примерно на расстоянии 20-30 сантиметров потрясти баллончик хорошо и нанести конечно лак из баллончика позволяет быстрее работать и сразу нанести на большое количество рамок следующий вопрос где купить все краски и лаки можно приобрести в магазинах для художника в магазинах хобби также можно все заказать по интернету набираете акриловые краски где купить и все находите также не хочу обделить вниманием строительные магазины там огромное количество красок и также лаков именно вот этот лак я там купила балерины у меня заморозились и вот вы видите сейчас можно их легко вытащить укладываем на шар и даем ей немного отморозится все пока заморожено и вот все вытаскивается сейчас они начнут оттаивать и принимать форму шара фигурки оттаяли и вы видите как они принимают форму шара и теперь отправляем сушиться до полного высыхания моя лепнина высохла и буду ей украсить как я уже говорила использую акриловую краску белую и у меня есть вот такая глубь голубенькая краска затем я буду оттенять рамочки и балерин вот она как раз идеально подходит мне по цвету и я просто беру кисточку так отделю пока и сушу я всегда лепнину на такой же форме где я буду ее приклеивать потому что есть сейчас покрашу и буду сушить ее на шаре то ткань у меня испачкается а так все останется чистым и кисточкой на нашу краску лепнина становится более яркая она и так белая но становится более яркая здесь у меня для медальонов рамочки много краски не наносим чтобы она не получилось что прямо такими слоями большими вот я все размазала и укладываю именно сушиться как я ее буду приклеивать и также поступаем со всеми остальными рамочками напротив у меня играет труба у нас музыкальный сосед если вам мешает очень извиняюсь и также еще и строители работает тоже лишний суп шум и продолжаем работу теперь я беру голубенькую краску немного выдавливаю много не надо так как мы просто будем оттенять и я уже попробовала цвет на образце и вы видите он идеально мне сюда подходит беру спонжик и пытаюсь как можно меньше краски на нем оставить затем беру рамочки и вот таким вот образом легкими движениями я подкрашиваю ее здесь уже по желанию хотите более ярко наносим больше краски менее меньше вот что у меня получается и также оттеняю балерину платьица туфельки вот что в итоге у меня получится и отправляю сушиться моя краска высохла берем лак хорошо встряхиваем и на расстоянии 20-30 сантиметров все покрываем лаком и отправляем сушиться моя лепнина подсыхает и в следующем видео я покажу как сделать медальон как обтянуть его бархатом как прикрепить кисточку без веревочки и еще через видео мы с вами подклеим всю лепнину и сделаем банты на шары а на сегодня все надеюсь мое видео понравилось и было полезным если у вас есть вопросы конечно же пишите в комментариях я всегда рада ответить и помочь творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока